Божьему Источнику, кто в Христа поверит, Ему жизнь доверит, тот дар получит жизнь вечную. Аллилуйя, слава и хвала, Аллилуйя, слава и хвала, Иисусу слава, Аллилуйя. Аллилуйя, слава и хвала, Аллилуйя, слава и хвала, Аллилуйя. Жизнь вечную, Аллилуйя, слава и хвала, Аллилуйя. Аллилуйя, слава и хвала, Иисусу слава, Аллилуйя. Аллилуйя, слава и хвала, Аллилуйя. Аллилуйя, слава и хвала, Иисусу слава, Аллилуйя. Аллилуйя, слава и хвала, Аллилуйя. Царь царей, Господь мой Бог, слава, Аллилуйя. Аллилуйя, слава и хвала, Аллилуйя. Царь царей, Господь мой Бог, слава, Аллилуйя. Царь царей, Господь мой Бог, слава, Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус, царь царей, слава, Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус мой Господь, слава, Аллилуйя. Аминь. Спасибо, Яков. Многие прям так и танцевали. Аллилуйя. Точно. Здорово. Я хочу всех поприветствовать, кто у нас здесь. Спасибо вам всем драгоценные, чтобы присоединились. А у нас Александр, я так не уверен точно. Пастор Шон. Пастор Шон, думаю, да, пастор Шон. Привет. Тише, тише, не надо здесь мешать. Так, вот тут девочка наша подключилась. Ой, какая красивая. Чья такая девочка? Покушечка наша. Ой. Ну что? Может, какое-нибудь коротенькое свидетельство засвидетельствовать? У кого есть? У меня есть. Знаете, мне Господь открыл такую возможность евангелизировать, я просто, знаете, не ожидал даже. Вот несколько недель, да, у меня получается каждую субботу не менее ста человек. И знаете, как я вам расскажу? Около центрального рынка есть такое место, площадь примирения. И там с одной стороны стоит бассейн, а с другой стороны забор. И вот люди, идущие на рынок, слева и с правой стороны, они проходят через это горлышко. И также те, кто возвращается с рынка и с улицы параллельной Ленина, они тоже возвращаются. И я стою здесь, и у меня, значит, сто трактатов, вот, и я каждый трактат вручаю со словами «Бог любит тебя очень сильно». Каждому, представляете, и вот это количество беру в сумку и выдаю. Представляете, что сделал Господь. Вот так вот. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит этих людей. Аминь. Чтобы они послушали, прочитали, услышали. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Кто еще хочет какое-то свидетельство коротенькое? А у нас в Израиле газ. Нет, у нас экскурсия. Мы будем на экскурсию, наверное, на Рождество поедем. Я тут говорю, что в шаббат, правда, все получается немножко неудачно, но экскурсия как раз по местам Христа, по Назареет, там Галилейское море. Это, в общем, все, что связано с пребыванием Господа и где происходили все чудеса и знамения, и где была молитва. И главное, что там одни неверующие. Я молю Бога, чтобы кто-то ко мне присоединился. Потому что на экскурсии в автобусе им деваться некуда. Если мы заговорим, то они не выпрыгнут из автобуса. Вот у нас такие планы на 25 декабря. Отличные планы. Отлично, слава Богу. Какого декабря? 25-го? 25-го, субботу. О, прямо на Рождество. Будем молиться. Да, надо молиться за это. Я приглашал пастора Романа, но тут он не может. Он говорит, мы будем там праздновать, в Хайфе. Просто в предыдущий раз я скидывал, наверное, фотографии и видео с экскурсий, когда мы ездили в город Эмаус и далее со всеми остановками Ковчег Завета и так далее. Было здорово. Там была команда христиан, и мы там раздали книги. Пел песню у нас парень с гитарой прямо в храме. Он не православный, он католический, французский. Короче говоря, люди даже аплодировали эти неверующие. Господь действует. Аллилуйя. Спасибо, Лев Сакович. Всегда ободрение слышать о том, что Бог делает в земле обетованной. Кто еще хочет что-то засвидетельствовать, прославить себя, то есть Господа? Да, шучу. Ой, слава Богу. Ну, возлюбленные, давайте тогда мы продолжим. Я сегодня нахожусь прямо у нас на крылечке. У нас еще ни разу не выпал снег. Мы наслаждаемся такой замечательной погодой. На днях буквально пару дней было плюс 20 у нас. Просто удивительно. Мы ходили в футболках, наверное, как в Израиле, наверное. Да? Мы в Израиле. Мы с Израилем в единое. Вот. Давайте просто поклонимся Ему. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Давайте просто прославим Его. Он такой чудесный. Наш Отец Небесный. Он Отец неба и земли. Вся власть на небе и на земле Его. Он держит все силам Своей Словы. Аллилуйя. Ты все держишь, Отец наш, папочка наш. Мы твои дети. Аллилуйя. Птицы поют. Воспевают Тебя. Все творение, Господь, оно воспевает Тебя. Мы хотим присоединиться, Господь, с открытым сердцем, новым сердцем. Мы присоединяемся к этому прославлению. Спасибо, Господь. Слава Тебе. Спасибо Тебе за Твоего Сына Единородного, нашего Спасителя. Спасибо, Вечный, Вечный Сын, Вечный, чудный советник, Бог крепкий, Отец Вечности. Ты пришел сюда, пришел, был как мы, абсолютно как мы стал, только без греха. Спасибо Тебе, что Ты взял наш грех. Спасибо Тебе за крест Твой, за кровь драгоценную, что Ты приблизил нас уже, Ты приблизил нас к Себе через кровь Своего Сына. Слава Тебе. Мы поем Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе. Слава. Слава Тебе. Поднимаем Тебе руки наши и говорим, добро пожаловать, Дух Святой. Добро пожаловать на это общение. Без Тебя мы просто, мы пустой звук, Господи. Мы кимвал звучащий и медь звенящая. Мы просто звеним без Тебя, без любви. Мы молим сейчас за наши все семьи, за здоровье, Господь, Алиентина Ивановна, за исцеление ее, Александра Игнатьевича, за исцеление Ольги в Финляндии. Мы молим, Господь, про ее вмешательство божественное в ее ситуации. Желчный пузырь, Господь, благослови и исцели ее. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа мы приносим Тебе наши семьи, наших детей, внуков. Господь, пусть из рода в род. Милость Твоя, Господь. Ты сказал, что милость Твоя вечна. Вечна милость. И пусть эта милость, Господь, остается во все поколения наши. Во славу Тебе мы просим Тебя. Аминь. Как в песне поется, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И я хотел сегодня поговорить на одну тему. Тему, поговорить немножко о новизне, о новом творении. И также затронуть один стих сегодня из Евреям 12 главы. Давайте откроем. Очень любимый наш стих, любимая глава, где говорится о взирании на Христа. Взирая на Христа. Давайте, наверное, с 39 стиха 11 главы. Я буду читать из современного русского перевода. Все они, благодаря вере, заслужили от Бога похвалу, но не получили обещанного. И это ради того, чтобы достичь совершенства они могли только вместе с нами. Так как для нас Бог предусмотрел нечто лучшее. И раз вокруг нас такое множество свидетелей, то нам надо снять с себя бремя цепкого греха и бежать предстоящий нам забег терпеливо и стойко. Не сводя глаз с начинателя и совершителя веры Иисуса, ради той радости, которая ему предстояла, он, пренебрегши позором, претерпел смерть на кресте и теперь сидит по правую руку от престола Божьего. Так размышляйте о том, кто вынес столько вражды к себе со стороны грешников, это поможет вам не ослабеть и не пасть духом. Вот просто можно выковать эти слова на своем холодильнике, когда идешь к холодильнику и читаешь это. Здесь прямо такой вот буквально практический совет, что делать, чтобы не ослабеть и не пасть духом. Очень все как бы, скажем так, божественная истина, небесная истина в приземленном виде, как говорится. И у нас, как бы в контексте, у нас в прошлое воскресенье у нас была церемония вручения стипендий в колледже, где я учусь, в Корейском колледже. Я получил стипендию на следующий семестр. За что дают стипендии студентам? За отличную учебу. Правильно, да. Много стипендий дают. И примерное поведение, как раньше еще говорили. Повышенную дают за это учебу. Я был единственный. У нас было где-то, по-моему, 12 или 15 студентов, которые получили стипендии. Я не знаю, кто сколько. Все, может быть, немножко по-разному получили. Ну, откуда вообще эти деньги? Большинство этих денег – это личные финансы членов Корейской церкви города Фэрфакс. Они сами, как бы, семьи пожертвовали. Наш сам президент колледжа пожертвовал 4 тысячи долларов от своей семьи. Благословил разных студентов. Мы получали такое вот… Ну, мы, честно говоря, все не ожидали. Никто не ожидал, что кто-то что-то получит. Мы просто заканчиваем семестр. И они раз – и нас благословили очень, как бы. Ну, то есть, как бы, 4 тысячи – это не я. Я не получил 4 тысячи. Это только наш президент, он, как бы, вручил из своей семьи и другие тоже члены церкви. И эта церемония проходила так, что каждый тот человек, который эту финансы, он, как бы, благословил, он выходил и лично вручал чек этим студентам. И это было очень трогательно. То есть, очень лично. И потом корейская церковь взяла и устроила банкет. Еще и банкет нам сделали. Представляете? Вот. Это просто была, как говорится, благодать на благодать. Это было невероятно. И к нам на церемонию пригласили одного из профессоров одной семинарии в штате Пенсильвания. Есть семинария в городе Ланкастер. И оттуда приехал профессор, доктор Марк Майер. Он приехал, и он, как бы, нас ободрял. И он, как бы, читал вот эти стихи, как раз из послания к евреям. И меня очень, как бы, затронула очень одна интересная мысль здесь, в этих стихах. У него была очень такая воодушевляющая проповедь. Он уже много лет служит, по-моему, больше 30 лет он проповедует и учит в семинарии. Очень замечательный семинарий. И вот он говорил об этом, как бы, об этих героях. Он говорил о вере, о том, чтобы мы не сдавались. И вот, что меня затронуло в этих стихах, которые он проповедовал, это первый стих. Он говорил вот об этом, как бы, марафоне, который мы бежим. И в первом стихе говорится, что нам надо снять с себя бремя, бремя цепкого греха. И вот, когда я раньше читал этот стих, мне всегда казалось, что за цепкий грех? Вот, что это за цепкий грех? То есть, это что-то, что цепляется за нас, да? То есть, оно хватается, держится за нас, да? И здесь написано конкретно, что нам надо сбросить бремя. То есть, это, конечно, все грехи Господь взял на себя. Но здесь для того, чтобы мы могли бежать стойко и терпеливо, здесь надо нам сбросить бремя цепкого греха. И вот, и доктор Майер, вот этот Марк Майер, он говорил, что такое цепь в игре. Когда он сказал это, я сказал, вот это да. Мне надо было 30 лет верующим быть, чтобы услышать этот стих сегодня. И меня это так укрепило. Мне это так укрепило. И о чем вообще говорится вот в 11-12 главе? Вообще, какая главная тема этих стихов? Как вы думаете? О ком и о чем здесь говорится в 11 главе? О верующих. О вере, да. И, в принципе, вот все послание к евреям, начиная вот там особенно с 3 и 4 главы, мы видим, как на примере израильского народа, когда они выходили из Египта, когда они шли по пустыне. И давайте представим, да, вот что целый народ, огромный народ. И Бог вот берет, что он делает? Он просто берет их, да, и он как бы выносит их, да. То есть это такая картина, да, мощная. То есть это целый народ взять и вывести его из земли. из Египта, да. То есть они 400 лет, 400 лет они там пробыли. Ведь это же, это же долго, друзья, правда? 400 лет. И, то есть там все было. Там такая уже длинная история твоя. Твои семьи, там все было, твоя жизнь была в этом Египте. И, по сути говоря, жизнь была, конечно же, как говорят сегодня молодежь, отстой. Потому что, почему? Потому что они были там не свободны. Они принадлежали фараону, эти люди. Но там была безопасность, там была предсказуемость, там были корни. И вот представляете, Бог посылает человека, Моисея. Он говорит, отпусти мой народ, фараон, отпусти мой народ. И первое, наверное, на самом деле, кого надо было убедить в этом, это был не фараон, на самом деле. Это был народ. 400 лет, да, вот они находились там, они были под таким гнетом. И им первым надо было поверить, что Бог услышал их мольбы о спасении, об избавлении. Вот знаете, как, вот Бог, вот Он, вот в этом случае, да, Он ждал, чтобы народ воззвал к Нему, чтобы отправить Спасителя. Вот мы не знаем, мы думаем о любом народе, не знаю, о России, об Израиле, да, или о любой нации сегодня, о Америке. Здесь очень много говорят о том, как нужно пробуждение. Если народ не воззовет, если люди не воззапьют к Богу, как Он может послать им спасение? Ведь нужно людям воззапить, нужно людям воззвать. Но говоря о теме этой, как удивительно, да, то есть, Бог посылает вот Моисея, который был косноязычен. Он посылает вот такого человека, да, Он делает его спасителем Израиля. И Бог выводит целый народ, три миллиона человек, выходят из земли египетской. Представляете, какая картина, да? Это же невероятная картина, да, столько людей уходит. И потом, как бы, фараону западло, то есть, как бы, как это я отпускаю столько рабов? Я, как я могу это сделать? Нет, я не могу этого сделать, это же, у нас же будет финансовый кризис, да? И вот настолько он был ожесточен, настолько он был ожесточен. То есть, уже Египет был практически, вы знаете, разрушен всеми этими казнями. И вот он, и фараон был не умолен, чтобы вернуть их в себя. И мы знаем, чем все это кончилось. Но, как бы, картина, да, такая прекрасная, удивительная в том, что народ увидел чудеса Бога. И народ увидел даже черное море, оно раступилось перед ним. Вот как вы думаете, это мощное, как бы, свидетельство, да? То есть, перед вами расстилается море, и вы проходите, да? То есть, это триллер, буквально триллер, вообще мощный триллер. Такого не забудешь. И они потом переходят это черное море, они спасены, враги поражены. Они танцуют, поют, славят Бога. И потом начинаются испытания. Одно за другим. И вот здесь, в этой пустыне, начинаются, как бы, начинают проявляться вот эти нити. То есть, того, что, чего не смогли оставить, чего не смог оставить израильский народ. То есть, когда, то есть, у них не было еды, то есть, никто им ничего не подавал. То есть, они просто должны были в этой пустыне уповать на Бога. То есть, это была пустыня, это был путь, где надо было просто доверять вот этой личности. Вот эта личность Бога теперь, теперь это не фараон, это не Египет. Это теперь они и Бог. И пустыня. И вот эти всякие маленькие, большие испытания, нехватка еды, нехватка воды и другие, другие всякие ситуации, они начали, как бы, вскрывать. И вот то, о чем говорит здесь, говорит в 12 главе, о цепком грехе. Вот доктор Майер сказал, я думаю, для вас, может быть, это не новость, но для меня почему-то это была новость. Знаете, цепкий грех, это не просто какой-то грех, не знаю, что-то там обманул или что-то взял. Но, знаете, цепкий грех, он говорит здесь, это грех неверия. Вот, в принципе, как говорится, мать всех грехов. Это неверие. Потому что он цепляется ежедневно. То есть я нахожусь в этом мире, мы все находимся в этом мире, и у нас каждый день идет выбор. Это я и Бог. Или же я буду смотреть куда-то еще. И куда смотрели израильтяне? Им было плохо в Египте, они были рабами. Но как только стало плохо, как было только плохо что-то в пустыне, братья и сестры, они почему-то хотели в Египет. Как ни странно, да? То есть они хотели вернуться к фараону. Разве это не странно, да? То есть вот к этому деспоту, к тирану этому, диктатору, они хотели вернуться, стать его рабами, только для того, чтобы хоть не умереть, чтобы пожрать, как говорится, да? То есть вот какая дилемма, да? И вот этот цепкий грех неверия, и он начал как бы проявляться в исповедании. Он проявился просто в исповедании. Конечно, наверное, окажись я в пустыне, вот в тех же обстоятельствах. Я бы, наверное, возможно, то же самое говорил. Но, по сути, каждый день мы говорим какие-то вещи, делаем какие-то вещи, которые мысленно нас толкают, где мы думаем, давайте мы в Египет, давайте мы вернемся к тому, что к чему-то старому. Потому что это предсказуемо. И вот мы, братья и сестры, мы любим предсказуемость. Дайте нам что-то предсказуемое. Бог же любит таинственное. Бог любит делать что-то по вере. Правда? Он повел их путем. Представьте, он повел их через Черное море. Где логика? Но что Бог делал перед ними? Он показывал перед ними свою славу. Он показывал свое величие. Чтобы хоть убедить их немножечко, чтобы понять, что он их Бог. Он посвятил себя заботиться о них. Он любит их. И вот этот цепкий грех неверия, да? Как мы можем от него оторваться? И здесь говорится во втором стихе, не сводя глаз зачинателя и совершителя веры. То есть, вот он наш, как бы, наш с вами, не знаю, простой рецепт, наверное, да? Это близость с Иисусом. Это переживать с Ним близость. В этой близости, да, наша вера, она становится живой, реальной, простой, детской. Мы не усложняем вещь, потому что, когда мы по-видимому живем, мы начинаем сразу все усложнять, сразу все усложнять. Включается наша логика, включается наш опыт, наше суждение и так далее, и так далее. Мы все включаем. Вот что в ребенке, да, красиво, это то, что у них не работает сильно логика. Правда? Но у них работает вот эта простота доверия. Они могут, можно сказать, смотреть на какую-то совершенно непонятную вещь и не бояться ее. Потому что они просто ее не понимают. Их разум не способен это все, скажем так, обработать. И вот когда мы с вами смотрим на Иисуса Христа сейчас, прямо сейчас мы на Него смотрим, и Он… И что, по сути, мы видим? Мы видим любовь. Я не знаю, что видите вы, но я вижу любовь. Я вижу то, что Бог сказал. Я так возлюбил этот мир. Я возлюбил этот мир. И можно как бы сегодня со всех этих самых, со всех, как говорится, громкоговорителей мы слышим, мир плохой, мир зло, мир грех, мир то, мир все. И это легко повторять, правда? Это легко повторять и говорить, что мир злой, и он злой, он лежит во зле. Но это не новость, друзья, для нас. Но новость в том, что Бог возлюбил этот мир, и он примирил с собою мир, не вменяя этому миру преступлений. Вот новость какая, что Бог возлюбил этот мир. И только верою мы можем это так думать, что мы живем в мир, который лежит во зле, и Бог его возлюбил. И это, что может, что другое еще может, как бы, по сути, изменить этот мир, если не любовь. Знаете, это такое вообще классное ободрение, друзья, что здесь говорится об этом цепком грехе, цепкий грех и неверие. Я грешен, мы все грешны этим. И у нас, слава Богу, есть очень удивительный, простой рецепт, это взирать на него. Как Иисус сказал, что как был вознесен змей в пустыне, и всякий ужаленный, кто посмотрел на этого змея, он был исцелен. Потому что это все, что нужно было. Просто посмотреть на этого змея, и ты получал исцеление. Это звучит так странно, но так просто. Правда? Нелогично. Бог говорит, это не должно быть логично. Потому что логика нас, она просто, она часто нас сводит с ума, она приводит нас к еще большим проблемам. Мы еще больше начинаем, у нас мозги начинают кипеть. И вот наш Господь сказано, что вместо радости, которое ему предстояло, он пренебрег позором. Размышляйте. Размышляйте о нем, что вы не столько вражды к себе со стороны грешника. Это поможет вам не ослабеть и не пасть духом. Но в заключении, вот, наверное, я хочу притчу вам. Я люблю притчи. Мы вот сейчас ремонтируем наш дом. И это хороший дом. Вы знаете, такой он достаточно в хорошем состоянии. Ничего особо делать не надо. Мы его просто красим. Но, вот, есть другой дом, где мы его тоже там, мы там сдаем квартиры, и там надо, он же старый дом. Ему уже, по-моему, 110 лет к тому дому. И, и в этом доме периодически что-нибудь вылезает. Розетка какая-нибудь не работает. Вот мы там, у нас розетка, и у нас там, например, целая, куча розеток, они на одном автомате у нас стоят. И у нас, и там, как эти самые, те, кто приезжают, они как бы включают все, что там только можно. И этот автомат, как говорится, выстрелил. И вот, и мы купили этот дом, это, в принципе, как кот в мешке. То есть, мы, вот, мы не знаем, что выстрелит. Вот у нас там мыши сейчас завелись. Вот одна мышка, она там, вот она, и этот дом старый, потому что там очень много всяческих дырочек, где они могут пролезть, эти мыши. Там провода старые, и так далее. Но, в целом, он хороший. Ну вот, и вот, мы как бы, решили пригласить пару, как бы, строителей, сказали, ну, ребята, хотите как бы заработать, мы вот вам предлагаем ремонт сделать. Мы пригласили одного парня, венгера, его в Норбе зовут. Ну, заходи, смотри. Он посмотрел такой, говорит, нет, я здесь не буду работать. Я говорю, а что ты не будешь так? Ну, и причем, что у него, как бы, сработает и не очень хорошо. Я не буду здесь работать. Он говорит, а что ты не будешь? Он говорит, ты понимаешь, это старый дом. Он говорит, начну, как бы, здесь что-нибудь оттереть. Там что-нибудь еще оторвется, еще что-то надо делать, и еще что-то надо делать. Он говорит, дайте мне, дайте мне, вот, пол, застелю вам новым, этим самым, ламинатом. Вот, копаться в этих стенах, это не для меня. Вот, говорит, дайте это все мексиканцам. Они, как бы, гастарбайтерам, они, как бы, это любят. Они там, что, дерут что-нибудь, там, что надо, сделают. Вот, как бы, два строителя. И наши, вот, мы наняли, как бы, ребят из Гондураса. Это, как наши таджики. Они, вот, они такие, вообще, замечательные. Такие они, сладкие эти ребята. Они работают, как муравьи. Они просто вообще, просто все сердце, они просто делают все. Правда, процентов 30 неправильно, но ничего, они делают. Недорого. Вот. Но, потом переделывают все. Ну, и что я хочу сказать? Вот, как бы, два строителя. Один строитель такой, вы знаете, важный. Он не хочет со старьем работать. А другие, они готовы. Переделывать их. Ну, переделали, так переделали. И вот, я помню, мы один раз тоже вызвали одного электрика. Мы говорим, хочет, как бы, заработать. Он, как бы, он пришел, посмотрел на все. Он говорит, я, говорит, ребята, это делать не хочу. Я говорю, за что? Я говорю, я не хочу, как бы, там, копаться в вашей розетке, там, каким-нибудь старым проводом. Я говорю, давайте я все это вытащу, все это выдерну оттуда, и просто поставлю новое. И все. И вот тогда я за это буду отвечать. Я говорю, ну, а сколько это будет стоить? Когда он назвал цифру, мы сказали, до свидания. Это неподъемная цена. Всю электрику в доме, все провода выдернуть. Ну, вот, знаете, это вот для меня, это такой вот, знаете, классный пример того, что, как работает Бог, и как мы хотим работать. То есть мы говорим, о, Бог, ну, тут помоги мне, пожалуйста, как бы, мне тут, что-то тут как бы исправь во мне. Бог смотрит на все это, говорит, ну, ну, исправлю я вот это. Ты что думаешь, твоя жизнь изменится в этом? Вот у тебя, у тебя здесь будет не болеть, а вот тут потом опять начнет болеть, или там еще заболит, да? Говорит, я, говорит, Бог так не работает. Знаете, он берет, и он дает нам, он взял нашего ветхого человека, распял его, и он дал нам новое сердце. Он дал нам новый дух. То есть он заменил ветхое новым. И, конечно, душа наша и тело, они тленны. Конечно, у нас в мозгах много как бы тараканов. Но суть в том, что как бы в нашем неверии, вот наше неверие, это, можно сказать, такое звено, которое нас держит к ветхому. Вот как только неверие включается, наша ветхая, она просто выползает сразу. Мы начинаем как бы цепляться за него. Понимаете, да? И вот это как бы, то есть мы, будучи новыми творениями и новыми людьми во Христе, Бог нас такими создал уже. Он нас такими видит. Но сознание наше, если оно не обновляется в вере, то мы, как Израиль, нам будет казаться, что старое ветхое, в нем как бы есть ценность и сила. И вот электрик, да, он понимает, вот электрик, он понимает, что ему, чтобы все это работало, ему нужно поставить только новую электрику, только новые розетки, чтобы вот все это старое, если оно там будет, если оно хоть чуть-чуть там будет еще присутствовать, то где-то пойдет сбой. И Бог это прекрасно понимает. Он создал нас. Он понимает нашу душу. И Он поэтому сделал нас уже новыми творениями. Он дал нам новое сердце и новый дух. Он уже новую электрику у нас, как говорится, зафутболил. Он, как говорится, замочил туда все, что надо. Наше же сознание как бы, оно немножко тормозит, оно как бы буксует в том, чтобы сказать, неужели это правда? Бог, я новое творение. Я праведность во Христе, в Боге. Я посажен на небеса. И мы задаем себе вопрос, а как же вот с этим? Как с миром, который во грехе? Как с моими слабостями, похотями? Как с моими еще грехами? О, нет. Мне надо над собой поработать. Мне надо себя как бы заставить. Мне надо изменить себя. Желаю вам успеха. Это не получится, братья и сестры. Я вот, что Бог здесь говорит, сними бремя, зацепляющего тебя греха. Проблема не в похоти, братья и сестры. Проблема не в зависти. Проблема в неверии. Потому что неверие – это вот это звено, которое меня сразу отбрасывает вот к этому ветхому. Я быстро начинаю это анализировать. Я разговаривал с братом недавно, с Ноем Уэлзом. И мы как бы общаемся с ним. Часто общаемся. Я как бы делюсь с ним какими-то проблемами. Душой как бы. И вы знаете, я вдруг понял. Вот нескончаемая тема душевных проблем. Их много у нас. Но если это вот то, на чем мы сосредоточены будем, это же полный депрессняк будет. Это депрессия будет. Она может наступить на тебя как неожиданно. И вот Майкл Уэлл часто говорил, вы знаете, что если я, говорит, все время буду думать о себе, то я, конечно же, в депрессию впаду. А если я еще о вас все время буду думать, я точно в депрессию впаду. Он говорит, ответ не в том, чтобы думать о себе. Ответ в том, чтобы думать о себе в истине. Правильно думать. Потому что если я рассматриваю себя как ветхого человека до сих пор, ну тогда будет у меня, я начну сам пытаться это менять. Скажите, пожалуйста, что в новом человеке можно изменить? Что я могу сделать нового в новом? Я только могу его принять. Я могу сказать спасибо, Отец, что ты сделал меня новым. Потому что именно это и есть источник изменения для моей души, для ободрения. Вы знаете, душе в принципе много не надо. Ей просто нужно ободрение. И ободрение ей дает вот этот новый человек. Если я копаюсь в своих проблемах, копаюсь в себе, это мне не даст решений. Но этот самоанализ, он полезен отчасти, но только для того, чтобы сказать, вот Иисус. Я, прости, если я на все это смотрю, я быстро в неверие впадаю. Слава Богу, возлюбленные, Бог в нас вложил эту новую электрику. Он сотворил нас с новыми. И Он работает в любви своей, нескончаемой, вечной, нежной любви. Он не топором рубит нас. Вот ради всего этого. И почему здесь и говорится, что мы взираем на того, кто перенес такое страдание. Такие страдания ради того, чтобы нам не ослабеть, не изнемочь нашими душами, не упасть с духом. Потому что Он все это сделал для нас. Остановитесь. И узнаете, что вы праведность Бога во Христе. Вот вы, Лев Исаакович, вы праведны. Я праведен. Яков, вы праведны. Ольга, вы праведны. Мы праведны. Незаслуженно. Для чего? Чтобы мы могли хвалиться им. Спасибо, Иисус, что ты заслужил эту праведность для нас. Такой дорогой ценой. Мы не хвалимся тем, что мы такие верные. Даже наша верность, это тоже любовь Бога. Это тоже любовь Его. Слава Богу. Спасибо, Господь. Спасибо тебе, что у нас есть Иисус. Мы здесь, в нас. Нам не нужно куда-то бежать на небо, никуда, какой-то далекий город. Это не на Святой Земле. Святая Земля, слава Богу, она там, где Господь, а Он сейчас здесь. Конечно, нам хочется на Святую Землю. Но Земля святая там, где Господь. Представьте, Ваша сейчас Земля под вами, она святая. Вот она святая. Почему? Потому что Бог в вас, вы и я, мы храм Духа Святого. Ведь правда здорово это осознавать. Разве как бы сердце наше не горит, когда мы принимаем это? Мы говорим, да, это благодать Божия, что мы имеем это. Мы ничего не сделали для этого. Мы просто приняли. Это нам дано. И пусть, Господь, ты, пожалуйста, открой нам, твоим детям, научи нас ходить в обновленном сознании веры посреди неверующего, развратного мира. Научи нас не следовать миру, ни этому духу неверия. Он такой сильный. Это сильный дух неверия. И мы побеждаем его тобою. На самом деле победил уже его этот дух. Но мы побеждаем веры. Силою возлюбившего нас все преодолеваем. Спасибо тебе. Спасибо, что у нас есть все необходимое в тебе. Спасибо, что это новый завет, что это новое обетование, что это новый дух, новое сердце. Слава тебе, что это все новое, это новое творение. Мы новые. Аллилуйя. Спасибо, что ты приготовил нам новый Иерусалим. И все приготовил. Слава тебе, воинный Иисус. Мы молились. Открой нам и всем твоим детям во всей земле. Это надежда нашего призвания. Аминь. Аминь. Ты сказал, пастор Павел, о духе неверия, да? Это не я сказал, это доктор Майер сказал. Он сказал, так и сказал, дух неверия. Ну, дух неверия сказал я, а он сказал, что неверия. Наверное. Наверное. Мне постоянно почему-то не отключают интернет. Меня слышно? Да. Опять я завис. Меня слышно? Да, да, слышно, говори. Ага. Я то, что услышал, конец твоей молитвы, ты сказал, дух неверия. Что мы победили, это дух неверия. Хорошее спасибо за слово. А как ты считаешь, мы иногда бываем настолько вдохновлены, когда мы слышим или получаем откровения или слышим, или видим внутреннее, наседаем. А иногда мы абсолютно вздуты, как шарик. Почему так происходит? Я думаю, наверное, много причин. Мы все равно как бы из плоти и крови. нас атакуют. Мы атакуем. Атаки происходят. Атакуют кто? Люди? Ну, я думаю, люди атакуют, атакуют духи, нас атакуют через людей, через мир. Это интересная фраза. То есть нас атакуют духи через людей. Это очень интересная фраза. Меня видно сейчас, да? Вот сейчас видим. Ага. Вот. То есть нам необходимо развлечение, наверное, да, духа, чтобы быть мудрее, чтобы наша вера возрастала. Правильно? То есть... Ну, как вам кажется, ведь мы на самом деле часто себе помогаем. Мы сами себя иногда вгоняем своими собственными помышлениями, своими эмоциями. Мы тоже помогаем, скажем так, грубо говоря, самим себе. Вот находиться в состоянии неверия. Как бы... Это ведь тоже, как бы, не факт. Но это факт, простите, да? Что... Мы тут постоянно рассуждаем в своей голове, говорим с собою, анализируем часто очень много. И... Да, мне кто-то, например, говорит что-то, но потом же я это принимаю. Я начинаю себя, не знаю, там, клеймить или себя бичевать, самобичеванием заниматься. Что-то такое. Ну да, это вот прилипнет, правда, да. Так оно и есть. Но это ты говоришь только в отношении, как бы, одного канала. Мы воспринимаем информацию, слышим от других людей. То есть люди могут находиться под искушением и говорить не те слова, которые приведут нас к назиданию в вере, а атаковать нас. Сами это могут не понимать. Потом мы говорим себе. То есть, но я думаю, что... Интересная такая мысль. Я не думал, что мы не только воспринимаем информацию, ее анализируем, перерабатываем, слыша извне от других людей. Мы также слышим и изнутри себя. Верно? Согласны? Конечно. То есть, если я нечто слышу или даже вижу, а есть разные люди, имеют разные способности, и я, значит, способен принимать информацию из духовного мира, которая приходит не из внешних источников, а у меня есть, скажем, такое внутреннее ухо. Насколько эта информация приходит от меня или приходит из духовного мира? Как это связано в отношении, например, веры или неверия? Пожалуйста, кто-то хочет прокомментировать? Ольга, да? А ты? Да, я могу сказать. Во-первых, очень спасибо большое за эту проповедь. Она мне очень послужила. И вот вы изначале спрашивали о свидетельстве. Наверное, вот мое свидетельство, оно прям отражает сегодняшнюю проповедь для меня, что утром у меня было такое уныние, что даже вот, даже поплакала я, что как-то все грустно, что как-то не так, как-то все однообразно. Вот. И в последние дня вот потом в конце сказали, что это ободрение. И в конце, ну, то есть и потом постепенно Господь, ну, Дух стал со мной говорить, ободрять меня, указывать на какие-то вещи. То есть больше, мне кажется, ты начинаешь сосредотачиваться на том, кто ты есть. Постепенно Господь тебя перетаскивает на свою сторону. И здесь уже не важно, кто меня атаковал изнутри или снаружи, а важна вера, вера, за которую Господь меня цепляет и вывозит оттуда. И к концу вечера я просто была уже совсем в другом состоянии и прославляла Бога, и в радости была. То есть, действительно, греховная природа, она меня может цеплять, как там сказано, да? Не веря, она цепляет меня. А то, что Бог меня выводит в то состояние, что я новая. И совсем другое, что там нету логики, а есть вера. Это гораздо интереснее, чем копаться, кто меня там цеплял. Вы знаете, вот вы сказали такую классную вещь сейчас, что... Сейчас у меня вылетела мысль, но очень спасибо, это очень послужило мне. Видимо, в дух прямо ушло, и я забыл. Прям дух. А, вот что, вот вы знаете, что... Вот, наверное, духи, да, лимонические, да, вот и, ну... Они понимают, да, вот то, что мы с вами такие. Они понимают, что мы новые. Мы этого не понимаем еще до конца. Нам приходит через откровение. Вот, давайте скажем так, да, то есть какая вот их, как бы, цель? Их цель, в принципе, чтобы мы все время жили в ветхом. Чтобы наше сознание, наши мысли все время были на ветхом, на плохом, на негативе. Да? И через это уже я делаю, как бы, я решаю задачу. Так, один плюс один равно два. Так, я плюс мой грех. О, я плохой. Я ветхий еще. О, я ветхий. То есть мы решаем это уравнение на их условиях. А вот Божье уравнение. Он говорит, один плюс один равно один. То есть дух Христов с моим духом – это один дух. Вот кто ты. Ты новый дух, который живет еще, да, вплоть до греха. И грех, который ты еще совершишь, он уже понесен, он уже покрыт кровью Христа. Мы говорим. Мы говорим. Я, он говорит, да нет, это все сказки. Как это так? Вы знаете, твоя кровь Иисуса уже твои грехи оплатила? Да ты же сейчас грешить пойдешь, как направо-налево. О, ты еще ветхий. Ты еще плохой. Да, плоть пользует немало. Плоть, конечно же, да, в ней нет ничего хорошего. Но в том-то и уравнение, что я не плоть. Павел говорит, что если я грешу, уже не я грешу, но грех, живущий во мне. То есть вот это тоже нелогично, да? Это тоже не один плюс один. Говорить, что я моя плоть – это обман на самом деле. Я не являюсь моим грехом. То есть верующий, он, его дух искуплен. Он не является его грехом. Бог сказал, что мы праведность Бога во Христе. Вот истина. Один плюс один равно один. Логика моя говорит, ой, я согрешил, значит, я еще ветхий. Бог говорит по-другому. Он говорит, что я новый. Тогда кто прав – я или Бог? То есть вот суть в том, что сатана – это его вотчина ветхая. Ему нужно держать меня как бы на привязи ветхого. Что возвращайся, думай об этом, меняй себя, копайся в себе. И это тяжело на самом деле. Мы все испытываем это. Это бремя. Но вот мне кажется, что как раз это и есть бремя цепкого греха. То есть когда я выхожу на территорию неверия, все. Духи там, они вольготно действуют, чувствуют себя. Потому что когда я стою в вере, дьявол говорит, ты ветхий. А я говорю, я новый. Нет, ты ветхий. Он говорит, я новый. Он говорит, осуждение. Я говорю, нет осуждения. Он говорит, бог от тебя отошел. Он говорит, нет разделения от бога. Нет. Дьявол говорит, все плохо. Дух говорит, все ко благу. Все ко благу. Нет, он говорит, не-не-не, все-все, все плохо. все ужасно плохо. Бог все содействует ко благу. Дьявол, закрой свой поганый рот. Все содействует ко благу. И вот этот момент, когда мы говорим, все содействует ко благу, когда? То есть мы можем сказать, все содействует ко благу, когда мы смотрим уже после прошедших событий. Мы говорим, ой, это содействовало ко благу, аллилуйя, все мои проблемы ко благу, ко благу. Это легко сказать, когда проблемы кончились. А что, если сейчас проблемы? Вот это и есть вера, это и есть любовь, когда мы говорим, что все пока не ко благу, выглядит как не ко благу. Но я внутри, в духе моем, я исповедую, соглашаюсь с Богом, что все содействует ко благу, отец. И особенно вот те события, которые очень болезненные, вот они, может быть, годами длятся. Вот представьте, да, что-то произошло 20 лет назад или 10 лет назад. И вот это, и оно очень болезненно, да. Я смотрю на эту боль, и она не исцелилась ведь еще. То есть она мне причиняет боль. То есть в какой-то момент времени, может быть, через пять лет, я посмотрю на это как назад и скажу, это содействовало ко благу. Как сейчас мне это, как это исповедовать? Я не могу, мне кажется, что это лицемерие. Но в том-то и дело, что это мы делаем по вере. Мы говорим, Бог, я не знаю, как. Я не знаю, почему все это со мной случилось. Почему так плохая ситуация? Почему мне больно? Но я верю, что ты все это содействуешь ко благу. Я не знаю, как еще пока. Я не понимаю вообще. Я не согласен даже в чем-то. Но, Бог, ты это содействуешь ко благу. Да, слава Богу. Да, это действительно. Вот если посмотреть первые стихи, да, то здесь говорится, как бы удостоверяется облаком свидетелей, да. Тем самым нам как бы… Тут нам как бы вторит, да, что, ребята, и вас тоже ждут вот эти вот испытания. Вы тоже будете переживать эти испытания. Поэтому нам нужно вооружиться вот этим вот терпением, да, чтобы проходить вот это вот предлежащее нам поприще. То есть и… Ну, нам необходимо отвергнуть вот то, что нам очень мешает. И это вот, как вот вы сказали, запинающий грех, да. То есть грех, который, по сути, он служит ловушкой. И он может нас поймать. Вот как сегодня Ольга говорит, да, он ее поймал сегодня. И она до того, что заплакала и сидела такая одинокая и как птица на кровле, да. Но вот это вот такое важное, вот это вот второй стиль, да. Иисус, который является начальником и совершителем нашей веры. То есть нам как христианам, да, вот… То есть мы же все-таки… Он одним приношением сделал нас совершенными, освящаемыми. Мы сейчас находимся в процессе освящения. Это не просто вот он сделал что-то, отвернулся и забыл. То есть когда я верю, что начальник и совершитель – это Иисус Христос, и предо мной могут быть вот эти вот кратковременные страдания. И как, конечно же, как можно в этот момент страдания и сказать, ой, это все содействует ко благу. Это невероятно, да. Но это может быть первой мыслью, да. Но вторая мысль, она может прийти и может быть с третьего раза у кого-то, потом со второго, а может быть у кого-то с первого раза будет. Ой, я смотрю на начальника и совершителя. И вот эта вот вера, да, чудесная вера, через которую, как Иисус говорит, из меня вышла сила. Сила вышла. Не то, что там кто-то прикоснулся ко мне, толкнул меня еще. Нет. Вышла сила. Вот Иисус Христос, Он всегда готов, да, чтобы из Него вышла эта сила, она ведь, по сути, так необходима нам. А только благодаря ей, о, этой силе поддерживаемся мы вот в этом удивительном состоянии благодати. Потому что отсоединившись, да, к подобной лампочке, да, когда нет провода, или как пастор Павел сегодня говорил, да, мне нужно менять эту электрику. Да, где-то там что-то отошло, и лампочка уже не горит. Она не горит. Ты хоть защелкайся, да, этим переключателем. Но когда восстанавливается этот провод, да, о котором второй мастер говорит, мне нужно поменять новые провода, эти все вырвать, да, это обновиться, нам нужно обновиться, да, в этом состоянии. Просить у Господа, чтобы вера эта, ну, хоть, как Иисус говорит, ну, чтобы она у нас была, как горчичное зерно, как мы в прошлое воскресенье говорили, Валентина Ивановна говорит, всего-навсего, как эта маленькая семечка, да, горчичного зерна. И вот эта вера наша восстанавливается, да, она восстанавливается, и снова прекрасное освящение, да, моя душа светится, да, и подобно Моисею, исходящему с горы, они не могли смотреть на это, слава Божию. И даже заставили его одеть на себя какой-нибудь мешок, чтобы не сиять подобным образом. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо, Яков, спасибо огромное за комментарии. Пожалуйста, еще есть желающие поделиться. Мы как раз говорили про горчичное зерно, тоже здесь во вторник у нас домашняя группа, и говорили как раз о вере. Видите, дух дышит там, где хочет. И у нас здесь тоже мы думали о вере. Как это, что это, почему это. И на самом деле вообще Бог от простого исходит. Вот если почитать этот наш крылатый стих, да, в этой же главе, в одиннадцатой. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Вот последнее, часто мы опускаем процесс, процесс поиска Бога. Мы думаем, сидим и говорим, ну, все будет хорошо, все будет хорошо. И почему-то думаем о себе. А почему бы не вспомнить о том, что надо искать Бога, искать Его волю, искать Его планы на меня, и вообще посмотреть на свою плоть, как моя любимая тема, и дух, который, может быть, я угошаю, а Господь говорит, мало вер, и мы должны, наверное, все-таки это видеть. И когда мы смотрим на эти вещи, да, что Бог просто решает эти все вещи через то, что мы ищем Его, о горнем помышляем, а не о земном, это нам указка, подсказка. Вот, согласна, Марина согласна тоже. О горнем помышляем, а не о земном. Мы не можем, мы не Мюнхгаузен, который вытаскивал себя за волосы из болота. Надо только вызвать Господу, принять Его силу, Его Дух Святой, и понять, что мы можем только верою принять силу и славу. Он говорил об этом. Иди и смотри, да, слепые видят, хромые ходят, нищие благовествуют. Вот в Израиле тут кругом, слушайте, исторические объекты, а люди не верят в Иисуса Христа. Казалось бы, поехали, показали им, а они говорят, так это, вероятнее всего, какие-то чудеса умел он делать, знамения какие-то, он знал какие-то слова. Знаете, это все такая бредятина, извините меня за выражение. Что это происходит и как это происходит, мы с вами знаем. По вере, по вере, он всем говорил, маловеры, ребята, вы маловеры. Давай-ка поднимай планку. Аминь. Спасибо, Олег Сакович, как здорово. Представляете, каждый день, по сути, это творение Бога, каждый день. Бог творит каждый день, новый день творит. И вот этот контраст ветхого и нового, то есть мы всегда его чувствуем, переживаем. То есть мы несем на себе бремя ветхого в сознании. И поскольку мы выбираем это носить, то есть мы новизну, в принципе, будем ограничены видеть ее. То есть пока мы держимся за ветхое, то есть пока мы хотим, ну, как евреи, хотели в Египет, то есть они не могли пережить обетованную землю, они не могли войти туда. И сказано, почему они не вошли, в принципе, из-за неверия. Они увидели гигантов, то есть они обратили внимание на это. И, друзья, гиганты, да, были реальны. То есть мы не отрицаем наличие проблем. То есть мы не просто как бы голову в песок, как страусы, и говорим, о, нет проблем. Проблемы есть, но у нас есть Бог. У нас есть Бог. Вот в чем разница, да. То есть тот человек, он не верит, что Бог с ним, что Бог в нем даже пребывает. И поэтому вот как бы начался новый день, то есть я могу переносить из вчерашнего дня, могу переносить эмоции вчерашние, мысли вчерашние, отношения вчерашние, боли вчерашние, раны вчерашние, да. То есть я могу либо их, как бы я их, я знаю, что они там есть, либо я переношу их, я в них живу, я пребываю в них. То есть я анализирую снова и снова, я как бы под одним углом, под вторым углом смотрю. И понимаете что? Самое-то удивительное, что я еще один угол найду, еще второй угол найду, и я еще одно объяснение попытаюсь найти. И это бесконечно. Это вот как Майкл говорил, что вот он говорит, он сказал какой-то девушке, пришла за консультацией, он говорит, иди-пойди как бы на кладбище, говорит, зарой там, пожалуйста, куколку, вот зарой ее, да, оставь ее там. И потом как бы она это сделала, потом спустя какое-то время она опять пришла с грузом проблем, он говорит, ну давай съездим на кладбище. Откопай ее, да, давай, как бы приноси сюда, давай мы на нее посмотрим, эту куколку твою. Как бы, и что ты там увидишь? Ты увидишь эту куколку, да, то есть она уже там вся пропахла, прогнила, ну и говорит, ну что ты с ней будешь делать, с куколкой твоей этой? Ну давай, что ты хочешь играть с ней, ты хочешь на нее смотреть, не знаю, поставь себе на комод ее. Ну как бы в чем смысл? Почему не взять другую куклу, просто новую, и радоваться ей? Вот у тебя есть решение. То есть мы как бы извлекаем уроки из прошлого, мы отрицаем, но иногда, вы знаете, иногда это сверх моих сил. Вот как, например, человек, да, скажем, он был изнасилован, например. Вот что человек может сделать с этим? Вот ты же не можешь как бы это отменить, события, насилия. Это же боль, да? И у верующего, да, у него единственное, да, то есть есть выбор переживать близость с Иисусом. И близость с Иисусом, она исцеляет эту боль. Я не могу исцелить себя. И может быть, Бог меня через какого-то человека будет любить. Может быть, Бог просто напрямую будет духом своим любить меня. То есть, но исцеление, я не могу, я не могу ничего сделать с этим. Я не могу эту куклу взять и воскресить ее, сделать новой. Нет. Боль нельзя ее сделать. Я не могу ее сделать. Но Бог, Он из пепла делает украшения. Он делает это. Возлюбленный, мне, к сожалению, надо идти. Если есть желание еще пообщаться, помолиться, если у вас есть, конечно, время, я понимаю, что там уже поздно, уже полдесятого, да. Мы можем закончить, в принципе, просто поразмышлять, порадоваться в Господе и отдыхать уже, если хотите. Мне надо идти просто на работу. Слава Богу, спасибо. Слава Богу, ага, спасибо. Благословение, брат, благословение, Павел. Привет всем в Америке. Балтимору шалом. У кого еще какие есть мысли? Может, песню кто-то еще споет в конце потом. Хорошо. 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 Спасибо. Продолжение следует...